Другой принцип работы. Мы не ждем по 3-4 недели, у нас люди приезжают, и наша задача, чтобы они уехали очень быстро, чтобы их забрали очень быстро. Приехали в Тихуану, в Тихуана очередь, переместились в Мексикали, в Мексикали очередь и так далее. То есть, но, если вы, допустим, говорите заранее, там, мы приезжаем 20-го числа, там, за 5-7 дней, у Карлоса уже будет полностью вся статистика по всем местам. Потому что у него везде там свои люди, с которыми он созванивается и знает, туда ехать можно, а туда ехать нельзя. Во-первых, это для вас выгодно, это вам позволит сэкономить, чтобы не перемещаться вдоль границы, потому что все это деньги. Например, автобус там из Тихуана до Мексикали 300 песо, да, там, ну и так далее. Вот, там, еда, там, поменять денежку, там, там курс хороший, здесь курс не очень хороший. То есть, все это в конечном итоге отражается на ваш бюджет. Чтобы не выходить из своего бюджета, нужно приезжать четко с запланированными действиями, иметь план по даче, куда вы едете, для чего вы едете, в какой округ едете, сколько вы там проведете, какой рейс лучше покупать, утренний или вечерний. То есть, когда лучше идти и так далее. Просто ехать на бум. Ну, я видел, вот в Тихуане сидят там 3-4 недели, ждут чего-то, какие-то списки, какие-то непонятные люди. Нет, так сейчас, ребята, это не делается. С учетом того, что сворачивают программы по гринкартам, то, что сейчас ограничивается легальная эмиграция, там, по визам и так далее, Мексика будет пользоваться спросом, Мексика будет на первом месте, если у вас нет визы по эмиграции, возможностью это использовать. И в Мексике будет все больше и больше людей, особенно с Южной Америки, особенно с Латинской Америки. Эти люди идут, и их очень много. И если раньше, допустим, брали ваш паспорт российский, либо ваш киргизский синенький, или там узбекский зеленый, смотрели, а, этот человек не из Латинской Америки, давайте его без очереди быстрее, там, в Тихуане. Это было так, да, это было год назад, перед Новым Годом, когда видели, что паспорт не Латинской Америки, да, можно брать и можно без очереди. То сейчас все на законных основаниях. Давайте не будем вот так вот делать, там, гадать на кофейной гуще, будем просто пользоваться информацией, которую мы для вас собираем. Так, ребят, удачи вам в эмиграции, всем всего доброго, пока.